Фестиваль «Свежий ветер» – это уникальная площадка для реализации творческого потенциала кубанской молодежи. Фестиваль охватывает все категории молодых кубанцев, интегрируя новые течения и направления современного молодежного творчества. Очень важно, что здесь привлекается внимание общественности к активной творческой молодежи. К Дому культуры прибрежного сельского поселения в этот день было приковано внимание славянцев, неравнодушных к современному искусству. Открытия фестиваля «Свежий ветер» молодые дарования ждали с нетерпением. Где, как не здесь, можно во весь голос заявить о себе. Такое молодежное направление, как рэп, в последние годы очень популярно, и его исполнители этому способствуют. В основном я пишу общественностиальные треки, которые касаются разных тем. Иногда мне приходит в голову просто идея определенная, и я пытаюсь от этой идеи уже отталкиваться и писать определенный текст уже со смыслом, с подачей, и я считаю, что рэп – это очень хорошая культура, субкультура, которая должна внести за собой смысл и подавать пример молодежи просто другим людям. Начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников сердечно приветствовал участников фестиваля, пожелав им творческих успехов. Я с этой сцены могу с уверенностью и сказать с большим удовольствием о том, что все, скажем так, культурные, неформальные молодежные движения мы готовы и будем поддерживать. Такие фестивали, как «Свежий ветер» и все ваши инициативы, которые вы будете проявлять, приходите к нам, наши двери открыты, давайте сделать. Давайте делать много разных фестивалей, разных движений, разных течений. Мы всегда готовы. Воспитанники школы брейк-данса под руководством Александра Борисенко уже не раз блестяще выступали на сценах города и края. И сейчас они открывали фестиваль. Эта вся хип-хоп-культура возрождается все вместе, то есть все – брейк-данс, хип-хоп, рок – все это единая культура. И вот этот «Свежий ветер» и объединяет всех в одно. То есть всегда мы встречаемся, общаемся, делимся опытом. И необходимо чаще проводить такие фестивали. Танцоры все время работают над собой, стремясь покорить новые творческие вершины. Брейк-данс команда «Стрит-стайл Крю» завоевала первое место. В направлении «Уличный танец» – коллектив. Современные танцы требуют постоянных занятий, чтобы вполне овладеть языком движений. Танцами я увлекаюсь очень давно. И для меня танец – это самовыражение себя, показать свои мысли, показать свои чувства, рассказать о том, что у меня на душе. В направлении «Уличных танцев хип-хоп» не было равных Виктории Ким. Выступление рэперов неизменно вызывает интерес молодежной аудитории. Кому в первую очередь и обращаются исполнители. Я готов терпеть, я готов убежать, я готов умирить, но с тобою дышать. Только не закрывай дверь перед носом, май-май. Просто мне навекся и засыпай, спой, упай. Мы построили с тобою этот наш мир, наш мир. Рок-музыкой увлекается Егор Рахманин. Он не только хорошо поет, играет на гитаре, но и пишет стихи и сочиняет музыку. Снова кто-то встретит нас в холодной буре, кто-то встретит нас не любя. Нас вернули, порой в будни, попытаться в заглядном глазах на наши чувства, на наши мысли. На то, что мы любили с тобою, на наше счастье, на наши искры. На платье вспоминая, порой сжимается сердце, я взращащая, и вот-вот выпрыгнет из груди. Но посылай эти люди, так как мы будешь вместе идти. Начал делать кавера, аранжировки, то есть играть чужую музыку, грубо говоря. Потом уже к 18 годам начало приходить знание, что я могу писать сам. И музыку писать, и писать слова, и текст. Но тут работа с двух сторон. С одной стороны нужна хорошая, красивая музыкальная аранжировка. Просто так блатные аккорды бить не очень хорошо, с моей точки зрения. Это первый труд. И не всегда хочется просто под гитару петь. Иногда хочется и бас, гитару туда включить, и ударный, еще и клавишный. Ну, в общем, это целая индустрия и наука. Егор и стал лучшим в лайт-роке. А Дмитрий Гилета, студент Славянского электротехнологического техникума, первенствовал в малой форме рэпа. Ну, как она заходит в дверь, за ней люкогранная и личный блокей. Ну, как ее собачка, на пальчиках колечки. А то ее кольцо стоит, как моя печень. Никто не влечет, но разве что ее глаза. Боже, скажи, не прошу, что она и сейчас одна. Ой, мать, прошу, роди меня обратно. Она на мне не будет, словно, кто играет. Да, послушайте, мадам. Рэп – это просто то, что мы хотим сказать обычными словами, но мы способны это просто зарифмовать. И чтобы людям это легко запоминалось, чтобы это всегда было на слуху, наши строчки, они просто летят к людям, и мы это делаем только для людей. Вот и все. Да, я считаю, что это так. Это очень крутое мероприятие, очень много эмоций, и зал, конечно, восхитителен, потому что вот эта поддержка. И даже несмотря на какие-то заминочки, все очень круто. Спасибо большое организаторам. Итак, фестиваль «Свежий ветер» вернулся, и его возвращение никого не оставило равнодушными. Лучшие в своих жанрах продолжат выступление в следующем этапе краевого фестиваля. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».